Ну что, поговорим про быт, изменение быта третьего с третьим ребенком. Потому что, я не знаю, почему так сложилось, но со вторым у нас вообще практически не изменился быт. Возможно, потому что они были очень близко с первым. То есть шок после первого только отошел, и появился второй. И мы как-то сразу втекли ее в наш быт, и ничего не поменялось. Мы очень много путешествовали. Я посмотрела по фотографиям тех лет. И мы очень много где были. Мы везде ездили на машине, каждые выходные ездили на пляж. Я же не говорю про восьмичасовые переезды на Большой Каньон, или еще какие-то вообще дикие совершенно места. И все было нормально, все было отлично. У меня есть видео из-за машины с ребенком. Я ее кормила до восьми месяцев исключительно на грудном вскармливании. И это еще более расслабило нас. Хэлло. Хэлло. Ну а третий ребенок внес огромные изменения в наш быт. Просто, я бы сказала, колоссальный. Хотя бы взять то, что она не ездит на машине. Типа больше, чем 15 минут. Вы себе представляете вообще жить в Калифорнии и ненавидеть ездить на машине? Это типа не есть, не пить, не видеть вообще ничего. Просто только сидеть дома и дай бог, чтобы у вас был огород и курица. У нас нету полноценного огорода и курица. И нам нужно ездить. Мы в машине ровно три минуты. И уже вот это. Я не знаю, как приучить ребенка в машине. Просто не знаю. Ребят, пожалуйста, напишите мне четкие действия, что я должна делать, чтобы приучить ее к машине. Что конкретно тебе не нравится в машине? А что конкретно? Жарко? Нет. А что? Из окна плохой вид? Ну, может быть. Может быть. У тебя еще есть вот. Деревья. И небо. Игрушек мало? Неправда. Неправда. Музыка плохая? Тоже нет. Голодная? Нет. Пить хочешь? Нет. Скучно? Тебе скучно? Тоже вряд ли. Короче, я не знаю. Если я сзади сижу, то если я разговариваю, она, конечно, лучше едет. Но я же не могу сзади сидеть и разговаривать. А если? Что? Деревья. 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 Во-вторых, я к рождению третьего ребенка начала работать. И она не дает работать. И это тоже большое внесение в быт. И, конечно, родилась уже совсем в иной семье. Не то, что наш первый или второй ребенок. Мы уже более-менее все стоим на ногах, знаем, что хотим. Каждый имеет свою какую-то роль в семье и место. И вообще, короче, все установлено было. И вот рожденный после 11 лет спасения у ребенка, как бы, ну, как это, волна захватила. Новая. Я счастлива, что мне приходится изобретать новые пути, чтобы научиться работать как-то вместе с ней, чтобы путешествовать как-то иначе, чем, допустим, на машине. Как бы, я не жалуюсь, разумеется, просто говорю о том, что третий ребенок внес огромные изменения в наш быт. Ну, сложно вообще представить, как люди управляются, допустим, с четырьмя или больше. Тогда все равно, разумеется, хочется дать каждому свое время. И между ними хочется, чтобы они как-то имели свое личное время и находили, как бы, себя в жизни другого. Ну, как-то, я не знаю, понимаете, чтобы у них были взаимоотношения. И как это все, как бы, организовать, устроить или хотя бы замечать, что это происходит, как-то само собой. Я не знаю. Поэтому, да, третий ребенок, он внес огромные изменения. И, честно говоря, по ощущениям тоже он совершенно иной. Я написала текст в... Я завела патреоны, ребята. Это как бы, для меня это... Все текло к этому. Все меня толкало к тому, чтобы я писала текст. Я безумно, безумно люблю читать. И я очень сильно... Даже, знаешь, не читать процесс, а вообще как-то разгадывание, как построено то или иное текст. Наверное, это больше захватывает меня, чем нежели просто прочитать историю. Хотя просто прочитать историю и увидеть каких-то людей, это тоже безумно интересно. Или, там, знания получить. Но разгадывать... Это такой процесс, как бы, как автор того манипулирует, тоже понимать. Ну, короче, мне всегда было это интересно. Я себе оставила огромные препятствия, чтобы начать писать, там, и боюсь осуждений, там, я знаю, что пишу ужасно. Я знаю, что перечитывая свой текст, как бы, я не вижу ту мысль, которую я пыталась нести. Короче, говорить про это можно долго. Я решила, что я буду писать, несмотря ни на что, и посмотрим, что будет дальше. Вот так я решила, иначе, как бы, я буду жалеть. Поэтому я начала патреон, и, ребят, подписывайтесь, интересно. Там я написала текст первый про ощущения от первого ребенка, второго, третьего. Очень много мужа там. Я, ну... Потому что пишешь, ты копаешь глубже. Переписывая, ты еще глубже копаешь. И, короче, ну, его много в моей жизни, он главный в моей жизни. И, короче, в текстах его очень много. Слушайте, ну, пока что я покажу какой-то быт, наверное, потому что я сама люблю смотреть такие видео. Мне кажется, это безумно любопытно, примерить какие-то такие вещи на себя. Особенно, когда, там, один ребенок, допустим, что для меня сейчас это как, и что дальше делать-то? Ну, типа, ты все уже отвез, а, ну, у тебя куча времени. Короче, понимаете, вообще другой мир. Или, там, четыре ребенка тоже другой мир. Да, вообще, даже три ребенка другой семьи, другой мир. Я не знаю, почему я реально любопытная в этом смысле. Я смотрю, и поэтому сниму с удовольствием. Свой день сейчас, например, сейчас, например, сейчас. Я сидела в инстаграме и долго-долго искала массажистку, которую я добавила себе в избранную, чтобы потом повторять массажи для Агаты. И пока я ее нашла, я удалила сто добавленных аккаунтов. Потому что, ну, примерно сто, я не знаю, еще много. Вообще, мне это уже было неинтересно, и она просто занимала место. Я нашла, и мы сейчас будем делать массаж. А потом у меня французский. Да, Агата будет... А, слушайте. А потом у нас парикмахер игра. Парикмахер у нас игра. Агатик, больно, больно, больно. Ауч! Ай! Больно? Не, не, маме больно нельзя делать. Маме больно нельзя делать. Нельзя. А потом покажу, что дальше. Смотрите, какое я упражнение нашла. Вот так вот вредно вот так вот делаешь. Вот так вот маме вредно сейчас так делает назад. А ребеночек такой раз, и вперед ручки. Раз, и вперед ручки. Ай, молодец. Ай, ты так опять такой, нет. Агата, вперед ручки все равно выносит. Ай, какая молодец. Какая молодец. А мы еще раз так. И раз. И она так опять. Раз. Молодец. Ну, лядно, скажи. Больше не буду. Больше не будет мама тебе делать. А ты по одной переставляй. По одной, Агатик. Смотри. Одну ручку вперед, а на второй держишь. Тяжело. 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 Тяжело, Агата. Ай, какая Агата. Ай, какая Агата. Ай. Скажи. Ай, Агата. Ай, Агата. Вау, повалилась. Повалилась. Тут мама тебя и поймала Тут мама тебя и поймала И схватила, обняла тебя И схватила, обняла Такая нежная Такая нежная Скажи Скажешь? Маме, так приятно слушать, как ты говоришь Маме, так приятно это и ты как это все и ты это 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 очень хорошо я очень хорошо я два ситуации я хочу share я вам 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 я хочу поделиться в « в об Мы ходили в библиотеку, и взяли кучу классных книг, и еще, смотрите, я нашла оливковые ветки с оливками, считаю, это абсолютно удача. А книги взяла супер классные, и не удержалась, взяла несколько для Нины, там хорошие темы были, они хоть с картинками, но... Вот, а на Хангри Геймс, который мне заказала Каролина, стоит очередь, во-первых, пять книг все забраны, и стоит еще очередь из двух человек. Получается, что надо в магазин покупать завтра книжку. Сегодня необычный день, сегодня приезжает моя, наша бабушка, и посмотрите, в каком плачевном состоянии встречает ее мой дом. Просто жалость вызовет невероятную. Это детская домашняя работа вот здесь, вот прям на полу. Она бы должна была... По идее, она должна была бы вот как-то здесь проходить. Но все вокруг так засрано, что остается только пол. Мне самой стыдно, честное слово. Дальше смотрите. Это моя находка сейчас должна быть красивенькая. Ну и вообще, вот это все просто... Дальше идем. Это наша арт-студия. Это мой цех. Просто. В таком вот невозможно работать. Я сейчас на бардаке. Я не могу садиться, когда все вокруг вот в таком ужасе. Дальше. Ресайкл. Непорезанные коробки. Сюда я сваливаю всегда вещи, которые, мне кажется, дети должны за собой убрать. Идем дальше. В личное пространство я не пойду, но то, что бабушка точно увидит, это вот это. Вот это ее комната. Вот это. А вот это. Боже мой. Боже мой. О чем мы говорим? Конечно, ребенок третий очень сильно поменял наш быт. Я, честно говоря, не помню, чтобы у нас был такой срач. На протяжении шести месяцев практически. Просто. Степень запущенности. Чтобы вы понимали. Каролина делала эту вазу примерно, я не знаю, пару месяцев. А сначала она ее долго лепила, вылепляла. Это не на круге сделано. Я так понимаю, что это сделано руками. И она, конечно, была сделана в честь Агаты. Хотя она голубая, это мы ничего не знаем, что. Но здесь всякие разные... Маркс для нее специальные. Ну что? Все. Ребенок мой устал. Устал. Хочет уже что-то другое поделать. Получилось лучше. Вот это. Красота. Мы сейчас читаем книжку. Называется The Ok Book. И здесь на страничку минимум текста и небольшая пятая картинка. Я читала ее Агате, и она солнцем смотрела. Но как только я ей дала в руки... Какой-то там помаду, флакончик. Все. Она стала концентрироваться на ней. И вообще не хочет слушать книгу. Так что... Я как-то никогда не даю игрушки, пока я читаю. Видимо, правильно делаю. Обычно она все слушает, а сейчас что-то схватила. Она сначала схватила маленькую книжечку, начала ей играть. Ей было неудобно, я ей дала вот это. И все. А теперь я читаю сама себе. Я только на белом уши. Почему? Там столько полосок. Ну... В джи-джице не та командуга, да. А, на полоске. Она поменяла студию. Давай так. Все-таки поменяла же студию. Ну, что, нравится? Нет. Или так себе? Да. Она была, может, не будет. Все в классе. Почему? Ну... А вот в джиннадцатом мы с этого делаем. Мне не нравится, что я с ним. Кто такая она была? Это девочка в нашем классе. Угу. Агата? Хочешь такой же? Вообще-то нет. А ты можешь мне объяснить, что это такое? Я вообще никак не могу понять. Ну, давай. Ну, почему? Хочу урок математики. В общем, да. Вся семья разъехалась по делам. Кроме нас. Поэтому мы сейчас что-нибудь позанимаемся. Будем уже за ужин браться. Ну, и в общем... Вот. Привезти, отвезти, привезти, отвезти, привезти, отвезти. Мужа теперь то же самое. Привезти, отвезти, привезти, отвезти. После школы. То одно, то второе. В общем, дети здесь получают права в 16 лет. Мы этого очень ждем. Так что... Да, ребят, переходите на мой Patreon. Будем продолжать там общаться. Я буду снимать видео, я надеюсь. Пока что у меня есть энергия. Ну, все. Пока.